В этом видео давайте познакомимся с конструктором сайтов на самом хостинге justhost.ru Это новые уроки, такие уроки я еще не давал, то есть это не Joomla, это не движок, это не WordPress и это абсолютно для совсем новичков, это для тех, кто хочет быстро развернуть сайт без каких-то либо знаний, либо лендинг, либо даже интернет-магазин, быстро развернуть на очень удобном конструкторе, абсолютно гибком на все случаи жизни. Интересно? Подробнее в этом видео. Итак, в прошлых уроках мы с вами зарегистрировались на хостинге justhost.ru, разместили Joomla на данном хостинге. Давайте посмотрим некий конструктор, что за конструктор, что он может и вообще разберемся, как создать сайт. То есть сразу вот у нас Direct Admin панель, да, и давайте как сделать сайт сразу. Вот здесь вот есть, вы видите, дополнительные опции, вот здесь вот есть конструктор сайта. Кликаем по нему. Переначально будет открываться у вас вот такая страница по выбору шаблона. Что удобно, мы можем сразу наглядно представить, как будет выглядеть наш сайт, и взять готовый шаблон и отредактировать его под себя. То есть изначально здесь вы видите слева колонка, шаблоны разбиты по категориям, различным там бизнес, еда, здоровье и так далее. Как смотреть шаблоны? Просто наводим мышь и понравившийся нам шаблон, ну понравился вот он нам из миниатюры, например, да, нажимаем здесь либо просмотреть, либо выбрать. Если нажмем просмотр, то прямо реально в просмотре ничего такие, значит, простецкий такой сайт, да, если быстро нужно развернуть, почему бы не воспользоваться. Причем можно сделать несколько страниц. Вот он нас, услуги, контакты. Закрываем. Я уже подобрал шаблон, который мне интересен, такой простой, но и в то же время сочный, стильный. Возьмем вот этот вот простой сайт. Давайте на него посмотрим. Мы научимся редактировать такой, значит, шаблон и в дальнейшем сможем делать и другие, более сложные вещи. Услуги, то есть прокрутка, контакты, до контактов, то есть карта и почта, там, координаты наши. Итак, чтобы сразу посмотреть его в режиме редактирования, нажимаем на зеленую кнопку выбрать. Идет загрузка и открывается редактор. И давайте начнем прямо сверху. Здесь вот именно справа, смотрите, можно выбрать язык, стоит русский. Здесь шестереночка. Будем сейчас смотреть, что здесь есть. SEO, настройка фона, стили, иконочка favicon, настройки, лендинг, сетки и гиды, границы, весь экран и выйти. Дальше главные услуги, контакты, редактировать. То есть это у нас страницы, по сути, но в данном случае у нас это прокрутка. Убираем главное. Также здесь есть возможность посмотреть, как выглядит декстоп, планшет, смартфон. И, соответственно, есть вот такой здесь глазик, просмотр, кнопка отмена. Вернуть, опубликовать, сохранить черновик, резервная копия, восстановить. Просмотр, да, это можно просмотреть, как выглядит, например, широкоэкранная версия, декстопа. Ну, здесь попробуем поднастроить, чтобы с отступами было все нормально. Просмотрели, здесь также можно выбрать другие размеры экрана, планшет. Просмотрели, нажимаем закрыть, возвращаемся в редактор. Начнем, давайте редактировать первый экран. То есть, смотрите, у нас, например, видите, цвет красный, хотим поменять. Правой кнопкой мыши, вот тут в пустой области, на экране кликаем. Появляется свойство, нажимаем свойство. На самом деле, здесь цвет задан, но здесь еще такая полосочка заданное изображение, которое растягивается. То есть, если мы посмотрим, здесь вот оно красное, да, можно загрузить либо изображение, либо нажать здесь крестик, удаляем изображение, и тогда у нас цвет будет вот такой зеленый. Давайте пока сделаем заливку. Редактировать. Любой цвет, который вы хотите, да, например, сделаем вот такой. Также можно настроить прозрачность, и нажимаем применить. Сейчас мы просто тренируемся, как работать в данном конструкторе. Поэтому я не подготовил конкретных каких-то цветов, каких-то картинок, просто разбираемся. Настройки повторять. По горизонтали ставит галочка, это в том случае, если у нас здесь будет картиночка. Пока выбирали. Пока мы выбрали с вами заливку фоном, поэтому эти настройки нам неприменимы. Также положение, вот здесь вы можете выбирать положение картинки, это в том случае, если картинка, задний фон у нас залит картинкой. Также здесь вот вы видите каркас, кликнув вот по этим плиточкам, вы видите отдельные настройки. То есть верхний у нас, видите, настройки здесь все меняются. Центр. Фон тела страницы. Фон подвал. Фон шапки. Ниже опции размер автоматически, содержать, заполнять. Ширина автоматически, высота автоматически. Это тоже опции для изображения. Мы обязательно сейчас попробуем с вами загрузить какое-то фоновое свое изображение. Давайте нажмем применить. Я вам просто хочу показать, что заливка фона сейчас синяя. Потом смотрите, видите вот такую внизу стрелочку синенькую. Если мы нажмем, вот страница была изменена, вы хотите сохранить изменения. У нас у нас с вами это не сохранилось. Давайте нажимаем сохранить черновик. Страница перемоталась. То есть, вот смотрите, еще раз покажу, идет подгрузка. На самом деле здесь так это устроено. То есть, чтобы просмотреть следующую секцию, так сказать, да, нужно нажать на стрелочку, чтобы перейти к ее редактированию. Соответственно, чтобы просмотреть сайт целиком, вот нажимаем просмотр. Вот здесь выбираем 1920. Здесь мы уже в полной красе. Видите, прокручиваем сайт. У нас есть три блока готовые, которые мы должны под себя изменить. Вот вы видите, синий фон мы с вами уже задали. Чтобы выйти из режима редактирования, нажимаем закрыть. То есть, вся настройка сайта происходит прямо на самом хостинге, да. Никакого движка, ничего не нужно. Научились заливать блок цветом. Давайте попробуем залить картинкой и настроить именно так, как нам это нужно. Выбираем фон. Здесь у нас вы видите вот эти страницы, главные услуги, контакты. Выбираем главное. Нажимаем вот сюда вот на картиночку. Здесь у нас есть уже какие-то готовые изображения, или вы можете загрузить свое. Смотрите, вот у нас перечень картинок, да. Можно загрузить из URL'а или загрузить свою фотографию. Вот здесь видите, загрузить фотографию. Давайте возьмем какое-то изображение. Нажмем выбрать. Здесь, чтобы понять, как расположить, давайте выберем заполнить. Повторять. То есть, картинка будет дублироваться по горизонтали. Давайте уберем эту стрелочку, чтобы она у нас не дублировалась. И нажмем применить. Вот вы видите, картинка у нас поместилась. Давайте посмотрим, как это выглядит на сайте. Вот, смотрите, что можно сделать еще. Картинка у нас есть, у нас текст нечитаемый, да. То есть, нам нужно как-то ее затемнить. Здесь я нажимаю закрыть. Возвращаюсь в фон. Главное. Здесь есть еще, смотрите, не прокручивать фон. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нажмем применить. Просмотреть. Вот, смотрите, прокручиваем, да, а фон стоит на месте. Это такой, ну, не параллакс, но смотрится достаточно симпатично. То есть, видите, зафиксирован фон, не двигается, а все остальное движется. Итак, чтобы наложить какое-то прозрачное цветное изображение, чтобы изображение затемнить, также в шестеренке фон. Главное, здесь вот видите, ссылка, добавить другой фон поверх существующего. Выбираем. Помимо фона можно задать еще и цвет. Кликаем по цвету. Например, выбираю какой-то темный. А ниже двигаю ползуночек. И вот здесь вот смотрим на степень прозрачности. Нажимаем применить, если нам это устраивает, да. Нажимаем применить здесь. Вы видите, у нас получается. Сохрани. Давайте черновик сделаем. Просмотр. Вот вы видите, да, фон затемнился. Теперь белый текст. Здесь все читаем и все видно на нашем изображении. Также поверх можно задать наложить изображение, если это потребуется. Точно так же, как этот вот здесь мы делали. Также можно и ниже это сделать. Соответственно, услуги. Также можно все настроить. Контакты настроить и цвет, и все. То есть это мы вернемся позже. Здесь мы пока закрываем. Давайте разбираться здесь с контентом. Начнем давайте слева, с логотипа. У нас есть свой логотип, да. На элемент наводим мышь. Есть здесь иконка перемещения и иконка карандашика редактирования. Давайте кликаем по редактированию. Выпадает список. Копировать, ставить, заблокировать. Порядок. Удалить свойства. Нас сейчас пока интересуют свойства. Убираем свойства. Здесь в свойствах непрозрачность фигуры 95%. Рамка. И также здесь есть выбор цвета, выбор изображения. У нас есть, например, графический логотип, да. Давайте попробуем его загрузить. Нажимаем загрузить фотографию. С компьютера выбираем логотип. И даже поддерживает SVG изображение. То есть SVG логотип. Выбираем, нажимаем открыть. Вот он здесь помещается. Кликаем по нему здесь еще раз. И нажимаем выбрать. Идет скачивание ресурсов в галерею. Итак, картинка загрузилась. Выбираем ее здесь. Выбрать. Здесь она показывается. Здесь рамки. 10 пикселей убираем на 0. Ставим применить. Здесь тоже закругленные углы. Ставим везде 0. Закруглять нам тут не нужно. Здесь ниже выбираем содержать. Чтобы картинка поместилась у нас куда нужно. Здесь тоже выбираем по центру. Применить. Видите, логотип смотрится уже интересно. Нажимаем просмотреть. Выбираем 1920 пикселей просмотр. То есть пока мы настраиваем широкоформатную страницу, потом будем разбираться уже с мобильными версиями нашего сайта. Вот наш логотип смотрится нормально. Я поместил свой логотип. Нажимаю закрыть просмотр. Дальше нужно ознакомиться со свойствами. Здесь различные размеры. Ширина, высота 50 пикселей. Скорее всего это как раз таки область ширины, высоты для нашего логотипа. Положение «Оступ слева» я бы оставил, наверное, 10 пикселей, но не ноль никак. Оступ сверху не трогаем. Показывать объект. Показывать на текущей странице, показывать на всех страницах, показывать на определенных страницах. Логотип, конечно, показываем на всех страницах. Нажимаем «Применить». Немножко логотип у нас отступил от края. Это хорошо видно на просмотре 1200, потому что логотип здесь прижимался слишком близко. Соответственно, даже если на телефоне посмотрим, у нас здесь еще ничего не настроено, но уже у логотипа отступ здесь применяется здесь тоже. Нажмем «Сохранить черновик». В чем заключается простота данного конструктора, что здесь, вот за эту иконку, любой объект, смотрите, видите, мы наводим на нем мышь, и у нас подсвечиваются оранжевые отступы. Слева 10, 12, 25, 25. Причем вот за эту иконочку, вы видите, мы можем двигать. И если наведем мышь, то пиксели здесь прописываются. То есть мы с вами позже разберемся, вот стоит ли нам вот это все двигать, располагать. Это да, удобно, я согласен. Но лучше сразу смотреть, где у нас имеются настройки отступов. То есть давайте пока не будем так двигать, как в фотошопе, да, макет. Оставим вот как он есть. А следующее, смотрите, у нас идет название. Здесь либо название компании, либо координаты, там, контакты, телефон и так далее. Вот это белое слово, да, здесь вот есть карандаш. Нажимаем. Редактировать текст. Появляется наверху такой редактор. То есть, значит, мы прямо здесь можем написать, например, телефон или там название вашей компании. 8. Вот он. Получился довольно-таки большой. Выделяем мышкой. Здесь пэйдж, тайтл. Можем выбрать. Редактировать стили. Назначить заголовок первого-второго уровня. Сделать жирным, например. Там выравнивание слева по центру справа, да. Вот, например, выбрать нормал. То есть это достаточно мелко, да. Вот, например, кастом 3. Например, редактировали, нажали. Сделано. И вот за этот маркер можно потянуть, чтобы отображалось по центру логотипа. Сохранить черновик и сделать предпросмотр. Также вот у этой секции с текстом, да, здесь есть свойства. Размер. То есть ширина данной секции 590 пикселей. Высота 29. Положение. Оступ слева 70. Оступ сверху 35. И также показывать на всех страницах. Смотрите еще. Если с вами зайдем редактировать текст. Здесь есть такая стрелочка. Вот она. Видите, на нее кликаем. Разворачивается более полный редактор. Здесь есть выбор цвета. Ну, например, если у нас не белый. А фиолетовый давайте выделим и фиолетовый применить. Видите, у нас буквы фиолетовые. Выделяем текст. Здесь такая есть пентаграммка «Убрать форматирование». Выбираем. Вы видите, у нас все убирается. Еще раз выделяем. Пейдж тайтл. То есть заголовок выглядит большой. Выбираем какой-то вариант. Но только не H1. H1 у нас будет вот здесь. Вот, например, заголовок первого уровня. Это уже информация из разряда SEO. Оптимизация сайта. Пускай будет белого цвета. Подходит под темный слой изображения. Нажимаем «Сделано». И немножко двигаю так, чтобы этот текст был напротив логотипа. Сохранить черновик. У нас с вами имеется меню. Так как это лендинг, у нас нет внутренних страниц. У нас есть якоря. Прокрутка по блокам. То есть главные услуги и контакты. Давайте разберемся с этим блоком. Зайдем. Также у него есть, видите, карандашик здесь. Заходим. Здесь мы можем выбрать новый элемент меню. Редактировать меню. Перейти на страницу. Копировать, вставить, заблокировать. Порядок, удалить свойства. Давайте зайдем в свойства. И здесь тоже поговорим. Сразу мы видим, что там подложка есть красная. Нам, по сути, там подложка не нужна. Пускай меню висит так же, как вот этот телефон. Прямо на фоне. Поэтому мы видим здесь красный цвет. Заходим в карандаш. Нажимаем прозрачный. Применить. Вы видите, менюшка подложка исчезает. Заходим еще раз в свойства. Также выравнивание. Давайте сделаем по левому краю. Применить. Мне так больше нравится, чтобы меню было здесь. Ну, или можете сделать, например, по центру. Применить. И просмотрим. Вот так вот. Да, у нас, видите, еще подложка, она синего цвета здесь. Сейчас мы о ней тоже поговорим. То есть, вот эта шапка сама, если нам нужен цвет оставить, мы так и оставим. Но надо будет разобраться с цветом. То есть, это у нас с вами работает. Давайте разберемся еще с менюхами. Что здесь можно сделать еще? Итак, рамка. Нужна ли рамка? Рамка, наверное, не нужна. Тип горизонтально-вертикальная. Вот, смотрите, свернуть в мобильной версии. Не сворачивать. Оставим пока так. Посмотрим, как это будет на мобильной версии. Есть настройка фона цвета. Изображение. Фон для мобильного меню. Сюда вернемся позже, если эти настройки нам понадобятся. Да, пока мы не трогаем. Здесь есть еще стиль пунктов меню. Здесь можете выбрать шрифт. Значит, выбрали шрифт Arial. Размер шрифта 16. Можно больше-меньше сделать. Межбуквенное расстояние задать. Преобразовать. Стоит нету. Первая буква прописная. Прописные буквы, строчные буквы. Ну, также я не трогаю. Давайте посмотрим. Шрифт Arial. Нажму применить. Изменения вступили или нет. Посмотрим. Full HD. Ну, я не вижу изменений особых. Здесь нужно поиграться со шрифтами. Здесь есть сетка неких отступов. Как она работает? Кликнув по подсвечиваемым вот этим вот объектам, да, выскакивает окно, где можно задать значение отступа. Вот здесь прописать или по стрелочкам прибавить и нажать применить. Пока не будем трогать, посмотрим, как есть. Дальше пункты. Стиль жирный, наклоны почеркнутые. Давайте попробуем жирный. Цвет у нас изначально белый. Оставим белый. Рамки. Рамка у нас не задана. И фон или изображение можно задать. Дальше имеются в вкладке пункт при наведении. То есть при наведении нам нужно определиться, да, пускай тоже будет жирный. При наведении какой будет цвет. Ну, пускай будет серый. Рамки нет. Хотя пускай будет сплошная. Цвет рамки. Пускай будет темный. И сделаем один пиксель. Нажимаем применить. Также есть такое понятие у пунктов меню, как пункт активное. То есть та страница, на которой вы находитесь, или тот якорь, который вы нажали последним, да. Соответственно, тоже здесь делаю серым. Хотя нет активной кнопки. Давайте, чтобы просто убедиться, мы сделаем ее красную, чтобы вы лучше понимали, где это есть. То есть, чтобы это применить, надо сделать красный. Нажать здесь применить. Также пускай будет жирная. И нажимаем применить. Вот вы видите, жирность применилась. Активная красная. Давайте я делал сохранение и сделаем предпросмотр. Перейдем сюда. То есть вот о чем я говорил. Видите, вот эти вот рамочки при наведении появляются. То есть, если это интересно, можно оставить. Ну и, соответственно, при наведении слишком темные. В зависимости от того, какая еще будет подложка у нас с вами. То есть, вот видите, услуги. Последняя нажатая кнопка, она красная. Вот что значит активная кнопка. Соответственно, подложка шапки, она будет у нас темной, пускай не синяя. Сейчас мы ее еще коснемся. Но вот при наведении, пускай у нас будет чуть темнее белого. Применить. Здесь не видно. Просмотр. То есть, вот она, видите, чуть темнее. Ну и рамка эта мне абсолютно не нравится. Поэтому пункт при наведении. Рамка на ноль. Ставим применить. Применить. Просмотр. Все, при наведении рамки нет. Вот стиль меню. Кстати, фона мы с вами не смотрели. Фон субменю. Здесь есть возможность, получается, делать еще под меню, под пункты меню. Соответственно, фон для мобильного меню тоже понятно. Дойдем до этого позже. Итак, давайте уже закончим с шапкой. Здесь у нас, вы видите, синяя подложка. Давайте вернемся в шестереночку. И фон. Главное, вот здесь, видите, синий цвет, да? Во-первых, пускай будет, наверное, какая-то темная. Или какой-то, я не знаю, пускай будет. Давайте у нас будет все в оранжевом. В таком цвете. Но попробуем сделать ее чуть прозрачной. Применить. Применить. И получается, видите, такая прозрачненькая шапочка чуть-чуть получается. Ну, конечно, здесь красное меню уже не подходит. Здесь либо темный фон надо делать. Давайте тогда, сейчас не будем экспериментировать. просто я возьму серый какой-то фон. Ну, что-то вот такое, да? Теперь давайте подумаем, как разместить здесь какое-то свое изображение и свой текст. Так же, конечно, аналогично, да? Видим, есть объект, видим отступы, есть карандаш. Давайте зайдем, изменить изображение, восстановить оригинальные размеры, копировать, вставить, заблокировать, порядок, удалить свойства. Точно так же заходим в карандашик, изменить изображение, загрузить свое. С компьютера выбираем какое-то свое изображение. Я выбираю изображение с прозрачным фоном, то есть это формат PNG. Открыть. Загрузка произведена. Кликаем по нашему изображению и выбрать. Оно здесь помещается, но искажается, потому что здесь неправильно заданные пропорции. То есть я поместил свое изображение. Заходим опять в карандашик, свойства. Здесь свойства. Здесь вот видите, стоят оригинальный размер, можно нажать сбросить размеры, но изображение будет очень большое у меня, то есть у меня заранее оно не подготовленное. Оно действительно 1000 на 1540, если нажимаем применить, то есть это достаточно, видите, большое изображение. Здесь есть такая возможность, смотрите, за край, видите, рамочки, зажать левую кнопку мыши, потянуть, ну и сделать вообще так, как вам нужно это. Так, давайте пока поднимем. Здесь выбран, он ведь показывает на текущей странице, то есть это здесь только нам и нужно. И здесь, видите, ширина подстроилась, то есть я убавил картинку, и теперь у меня в пропорциях 355 на 546. Но лучше подготовить нужного размера изображения на редакторе, например, на фотошопе. Также можно выбрать увеличение изображения при клике. Давайте посмотрим. Здесь это не работает, да? Сохранить. Черновик. Просмотр. Кликаю на изображение. Оно у нас, ну, интересно увеличивается. Может быть, когда полностью будет сайт опубликован, будет нормально. То есть вот так это увеличивается. Но черная такая подложка, потому что PNG изображение. Здесь это так выглядит. Здесь еще есть такая ситуация, да, что вроде как, вот здесь разрыв. Как это изменить? Прямо здесь можете правой кнопкой мыши кликнуть. Свойства. Оступ тела страницы снизу. Там как раз 50 пикселей. Делаем 0. Нажимаем применить. И картиночка как бы будет отнизу. Давайте разберемся здесь с заголовками. Также можно просто выделить. Вот здесь даже написано, видите, height 1. Заголовок первого уровня. Также вот здесь, видите, можно повесить ссылку на заголовок или ссылку снять. То есть вот здесь, если вы посмотрите, вот это height 2. Заголовок h2, да? Нам нужно height 1 обязательно. Я оставляю школу Федора Васильева. И помещаю где-нибудь вот так. Давайте сделаем предпросмотр. Тут есть еще такая, вы, наверное, обратили внимание, некая линия. Ее можно просто удалить. Правой кнопкой мыши по ней удалить. Настраиваем под заголовок. Также выделяю. Вставляю текст. Выберем нормал. Цвет белый стоит. И по центру. Вот так вот все по центру. Давайте посмотрим. Школа Федора Васильева. Хотите освоиться это строение быстро и доступно, мы ждем вас в школе Федора Васильева. Ну, здесь можно поиграться. Как это лучше будет смотреться. Теперь давайте повесим что-то вроде кнопки. Подробнее, да? Которые будут прокручивать куда-то ниже. Ну, я это сделал до блока контакты. Тут еще много чего есть рассмотреть. Мы с вами не все далеко еще рассмотрели. Кнопка у нас вот здесь. Видите, кнопка. Кликаем кнопка. Левой кнопкой мыши просто перетаскиваем туда, куда нам нужно. То есть сразу изначально у нас вот такая вот кнопочка, которая ничего не делает. Можно сразу размер задать и потяну за край или в настройках в свойствах задать нужные размеры. Это ширина и высота. Давайте сначала начнем. Текст на кнопке. Подробнее. Урал. Ссылка не выбрана. Кликаем на карандаш. Здесь выбрать либо веб-сайт, то есть ссылка будет ввести на тот урал, который пропишем здесь. Можно открыть в новом окне. Выбрать или страницы на вашем веб-сайте, или адрес электронной почты, или файл. Если выбираем файл, может открыть какую-то картинку файл. Я выбираю страница на вашем веб-сайте и здесь выбираем контакты. У нас уже есть контакты, пускай прокручивают до контактов. Название ссылки будет появляться при наведении курсора. Можете написать какое-то название. Тест. Применить. Применить. Давайте посмотрим. Вот при наведении на кнопку тест. Кнопка подробнее. Давайте вот так будем смотреть. Нажимаем подробнее. Контакт там перебрасывает. Ну и соответственно можно удалить ее совсем, если она вам тут не нравится. Или в свойствах продолжить в стилях. То же самое шрифт, размер шрифта, выравниваем шрифта рамка, настройки рамки. Соответственно есть три положения кнопки, три позиции. По умолчанию, при наведении, активные. Это нормальное явление для кнопки. Соответственно по умолчанию стиль, жирность, наклон, подчеркнутый, цвет. То есть смотрите, например, пускай будет светлый. Применить. А ниже цвет фона. Соответственно пускай будет желтая кнопка. Соответственно тогда цвет темный текст. То есть текст на кнопке темный. Соответственно изображение можно повесить для картинки, для кнопки. И положение изображения выбрать, да? И повторять изображение по горизонтали, по вертикали. Но у нас изображения нет, у нас столько. Цвет, размер сделаем 16. Размер текста на кнопке. И шрифт Arial применить. Видно шрифт стал больше. может даже сделать, пускай будет жирное. Пускай будет 20 пикселей. То есть вот так. Соответственно по умолчанию цвет не применился. Я делаю еще разочек. Вот так применить. Применить. Вот желтенькое пускай будет. То есть примерно как-то вот так. И соответственно при наведении видите надо настроить ее тоже. Свойства. Соответственно смотрите 20 жирность. Оставляем 20 жирность. Цвет. Надо взять обязательно цвет. Вот отсюда код цвета я скопирую. и здесь вставим но сделаем чуть темнее при наведении. Применить. Активное. Ну чтобы вам показать пускай будет красное. Применить. Жирное тоже 20 размер. Применить. просмотр. Вот вы видите да? Чуть темнеет она и она красная становится если на нее нажать. Соответственно там есть некая тоненькая рамочка в 1 пиксель убираем на 0 здесь то же самое здесь 0 стоит и тоже 0 давайте просмотрим то есть например рамка нам не нужна. Давайте здесь поставим паузу так как тема здесь вы видите немаленькая можно еще и разбираться тут еще будем разбирать второй блок третий контакты как разместить яндекс карту и обязательно как настроить вообще чтобы смотрелось хорошо на мобильных устройствах и как этот сайт опубликовать все это ждите в следующих уроках на этом я с вами прощаюсь и до новых видео .